Недавний пожар со счастливым спасением двух малолетних детей, о котором рассказывал вечерний Магадан, вновь поднял тему соблюдения мер безопасности в быту. Но если все-таки пожар случился, то важнейшим этапом его расследования становится установление его причин. Сделать это на пебелище непросто. Какие методы и технологии применяют магаданские спасатели, чтобы установить истину, расскажем в нашем материале. Мы находимся, получается, в электротехнической лаборатории. Здесь мы исследуем проводники, поступающие на исследование, то есть дознаватели в ходе осмотра пожара, если усматривают признаки аварийного режима работы на проводниках, их изымают, соответственно, вот так упаковывают, опечатывают. Вот так вот они нам поступают. Здесь мы их, получается, фотографируем, в каком виде они нам поступили, описываем, что поступило. Фрагменты сгоревших проводов и электрических кабелей хранят в себе ценную информацию, которая может помочь восстановить картину происшествия. Отделяем нужное нам количество образца, чтобы нам залить форму, то есть для дальнейшей полировки и для дальнейшего просмотра структуры именно металла. Есть атлас микроструктур, который при первичном коротком замыкании, при вторичном, то есть который уже в ходе пожара образовался. Мы получаем картинку оплавления, фиксируем с помощью камеры, то есть получается изображение. Далее это изображение путем сравнительного анализа мы сравниваем с атласом микроструктур, где уже делаем вывод о первичности или вторичности короткого замыкания. Эксперты могут сделать вывод, проводилась ли обработка деревянных конструкций специальными противопожарными средствами, были ли легковоспременяющиеся жидкости на различных материалах на месте пожара и многое другое. При проведении проверки огнезащитной обработки деревянных конструкций специалист выезжает у нас на объект, изымает образцы, это деревянные срезы с обработанных конструкций, если это деревянные конструкции, и проводит испытания их на переносном малогабаритном приборе ПМП-1 при помощи воздействия непосредственно пламени на образец. Образец перед испытанием кондиционируется, приводится в соответствующие размеры и толщины, и поджигается. Тем самым мы определяем, обработана поверхность огнезащитной деревянных конструкций или не обработана. В штабе лаборатории 13 человек. Помимо стационарного спецоборудования для проведения экспертных исследований, подразделение располагает двумя спецавтомобилями, позволяющими проводить ряд исследований на месте пожара. Чемоданчик эксперта, называется он антрацит, в котором содержатся все необходимые предметы для исследования вещественных доказательств. Наблюдаем штангенциркуль, лупа, здесь есть пюрометр инфракрасный, рулетка, небольшой шансовый инструмент, пакеты и баночки для изъятия каких-то вещественных доказательств. Вот пюрометр. Данный прибор позволяет определить температуру. То есть на пожаре, когда стенка прогрета, еще ты приехала, его только потушили, посмотреть, где область более прогрета. Это, соответственно, установить, где более длительное было воздействие огня. При воздействии высокой температуры, то есть в бетоне всегда есть вода, при воздействии высокой температуры эта вода испаряется, и бетон внутри трескается. То есть при проводе звукового сигнала, чем дольше он будет идти через бетон, тем, соответственно, более длительное было на него воздействие. То есть также делаются замеры, составляется карта зон замеров, и, соответственно, по карте мы уже можем выделить те или иные зоны, где было более длительное воздействие огня. Именно эксперты испытательной пожарной лаборатории смогли совместно с дознавателями установить причину недавнего резонансного пожара, где спасатели эвакуировали двух малолетних детей. Причиной пожара явилась как раз неосторожность ребенка при использовании электробытовых приборов. Взяв кипятильник и включив его в электросеть, и впоследствии испугавшись своих действий, бросил ее на кровать, которая моментально воспламенилась. Поэтому такое быстрое развитие пожара, и они самостоятельно покинуть помещение не смогли.